Древние ростовские леса и реки, сады, покосы и тихие селения – все живет сегодня вокруг вновь воссозданного Варницкого Троицы Сергиевого монастыря. После долгих лет забвений и разрухи снова можно прийти сюда и поклониться месту, где родился игумен земли русской, преподобный Сергий Радонежский. Основан монастырь в 1427 году в Варницах, что в двух верстах от Ростова Великого, на месте, где стоял когда-то родительский дом преподобного Сергия. Это очень редкий случай – прославление места, где родился будущий святой. Но на ростовской земле и при жизни великого старца к малой его родине относились благоговейно, варницы почитали. Так устроилось, что именно сегодня возвращаются из небытия дорогие святыни. И стало очевидным, как же тесно связаны Варницкая обитель и память о преподобном Сергии Радонежскому. Настоящее, живое православие требует трудов, постоянной работы над собой, по трудам и награда, осознание истинного смысла жизни, благодатная радость и сила. Уже в наше время здесь, в Варницком монастыре, была открыта гимназия – пансион для православных юношей. Ищущим глубоких знаний и истин помогает преподобный Сергий Радонежский, покровитель ученичества. Первые христиане имели одну душу и одно сердце. И все у них было общее, и не было между ними нуждающихся. Потому что все, что они имели, они приносили в одну общину, а потом каждому давали, что кому было нужно. Христианство – это религия любви. И вот если мы научимся чувствовать, что человеку тяжело, и что ему нужна помощь, и когда его горе станет нашим горем, а его радость станет нашей радостью, то тогда, значит, мы уже немножечко научились любить. Варницкая слобода на реке Песошни – место древнее. Насчитывает не одно столетие. Местные жители непременно укажут, где когда-то в давние времена добывали в варницах соль. Вываривали ее из воды особых соляных источников. Промысел существовал вплоть до 18 века, потому и поселения стали именовать варницами. Третье мая 1314 года. В доме боярина Кирилла и его жены Марии радость. Господь дал им сына. Новорожденного назвали Варфоломеем в память о святом апостоле. Варфоломей означает в переводе с греческого «сын радости». Такое имя получил в миру будущий игумен земли русской преподобный Сергий Радонежский. «Светло, убо, веселися, Ростове!» В тебе, Бо, родился причудный Сергий, земли русские заступления. Ростов великий, начало 14 века, культурный и духовный центр страны. Здесь еще в 991 году была основана епископская кафедра. В городе находился Григорьевский затвор, монастырь, известный одной из лучших библиотек в Киевской Руси. Семья боярина Кирилла ходила молиться в главный храм города Успенский собор к мощам первых ростовских святителей – Леонтия, Исаии, Игнатия. А духовно окормлялась семья в ростовском Богоявленском монастыре, основанном в XI веке преподобным Авраамием. Однажды, записано в житие преподобного Сергия, поручил отец Варфоломею отыскать заблудившийся жеребят. На поле под дубом увидел мальчик незнакомого старца святого, удивительного и неизвестного, подобного ангелу. Посмотрел он на отрока и увидел духовным взором, что будет отрок сосудом избранным святого духа. Спросил, что ищешь и что хочешь, чада. Поведал мальчик ему свою сердечную скорбь, что не дается ему учеба, несмотря на премногое усердие. Помолившись, старец подал ему кусочек святой просфоры и случилось тогда нечто удивительное. Отрок, получивший благословение от старца, начал читать псалмы очень хорошо и стройно, и с того часа стал знать грамоту. О ростовском периоде жития преподобного Сергия сказано. Хотя этот прекрасный и достойный отрок мирскую жизнь вел тогда, но все же Бог свыше заботился о нем, удостаивая его своей благодатью. Предвидел будущее его, знал, что есть в сердце его много добродетелей и стремления к любви. Основали же ученики Сергия более сорока монастырей. Среди них Савина, Сарожевский и Ферапонтов, Кирилла Белозерский, Андроников и Симонов, Борисоглебский, Староголутвинский и другие. Сегодня в православную гимназию, что на родине преподобного Сергия в Варницах, приходят обучаться те, кто только начинает свой духовный путь. Главное, что их объединяет тремление получить правильные знания о Боге, о церкви, и они жаждают этих знаний. Особенность обучения заключается в том, что гимназия находится в монастыре святой обители, где регулярно идут богослужения, где молитвенная жизнь совершается, и ученики имеют возможность познакомиться и с монашеской жизнью. Соответственно, лучше узнать подвиг самого преподобного Сергия, его учеников, других святых, которые прославлены в рике преподобных, то есть являлись монахами. Еще один день закончился. Много трудов положено, чтобы монастырь был возрожден. Скоро будет заложен камень под фундамент нового храма в честь преподобного Сергия Радонежского. Тех, кто побывал здесь, в святой обители, не покидает ощущение, будто что-то наладилось в душе, будто любовь, светлая, радостная, такая, как в детстве, снова наполнила сердце. По-другому и быть не может здесь, на древней земле, где прошло детство великого угодника Божия, преподобного Сергия Радонежского. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова